Всем привет, ребят! С вами снова я, Настя. И да, этот топ сериалов, которые я смотрела во время беременности. Это видео снято совместно с Никой, о её канале вы можете сейчас узнать. Всем привет! Меня зовут Ника. Сегодня вместе с Настей я хочу вам рассказать о своих сериалах, которые я смотрела во время беременности. Также на моём канале вы можете увидеть видео про материнство, про покупки с Алиэкспресс и просто про моё отношение к жизни. Очень буду рада видеть вас на своём канале. До скорой встречи! Пока-пока! Нику, Никин канал я нашла примерно месяц назад, как раз когда искала информацию о детках, которые находятся сейчас в Таиланде, потому что летом мы собираемся поехать уже с Егоркой. Но не буду отвлекаться, перейдём сразу к делу. Я во время беременности посмотрела очень много сериалов. Сейчас я озвучу 5 сериалов, только те, которые я не озвучила до этого. Все сериалы, которые я дополнительно смотрела во время беременности, вы можете посмотреть, перейдя по ссылочкам вниз, потому что большинство топов я снимала во время беременности. Итак, мой список сериалов, которые я посмотрела во время беременности, которые я ещё вам не озвучивала. Первое место. «Однажды в сказке». Сериал вышел давно, он до сих пор выходит. Честно признаюсь, смотрела не все сезоны, потому что в определенный момент я теряла к нему интерес. Но сейчас я исправно смотрю последний сезон серию за серией. Надеюсь, вам понравится также это «Как окунуться в детство», посмотрев сериал со всеми персонажами, которые находятся в диснеевских мультиках. Так что, если вы сейчас находитесь на начале, скажем так, этапа становления мамы, пока что беременны, можете посмотреть «Приятная сказка для взрослых». Второй сериал тоже про страну чудес, называется «Однажды в стране чудес». Этот сериал бюджетный, я бы назвала его, потому что видно, что снимали на зелёном фоне. Но он тоже приятный, мне очень понравились три персонажа. Это Алиса сама, также мне понравился Валет. Те, кто смотрел отбросов, то брат ракетчицы играет как раз, по-моему, вот в Вальта. И третий персонаж это Джин. О, боже, это просто симпатяшка. Так что, лёгкий сериал, но, к сожалению, по-моему, его закрыли после первого сезона. Так что там только пока один сезон. Третий сериал, я смотрела его тоже во время бережности, но он не для слабонервных. Поэтому, мамочки, если вы принимаете всё слишком близко к сердцу, то не рекомендую. А тем, кто любит криминалистику, тайны, пожалуйста, для вас. «Живой товар» говорит название само за себя. Это сериал про продажу людей, про похищение, и как их пытаются, скажем так, вернуть, найти, спасти. Четвёртый сериал про мистику, называется «Тайный круг». Он тоже вышел один сезон всего, второго сезона нет, его закрыли. Видимо, всё-таки не пошёл у многих он. Но тоже про колдуньи интересненький. Сериал, кстати, вышел давно, по-моему, года два назад. Поэтому, если вы любите что-то вроде «Зачарованных», там, «Дневники вампиров», то это из этой серии. Думаю, вам понравится. И последний сериал, который я хотела бы вам порекомендовать, он также лёгкий. И тоже для тех, кто любит всякие сериалы про криминалистику, про детективы, называется «Тайны Лауры». Тем, кто не любит смотреть, допустим, скачивать с торрентов, можете посмотреть на канале «Фокс». Он идёт, вот сейчас, как раз, по-моему, второй сезон пошёл, там, по одной серии загружает. Я второй сезон не видела, поэтому его сейчас смотрю. Мне нравится. Про мать-одиночку, грубо говоря, потому что она в разводе с мужем. И это мама, у которой два близнеца-сорванца, которая работает детективом, при этом спасает мир. У меня уже, по-моему, что-то речь о чём, да? И мне понравился. Легко. Нет там таких жёстких убийств, допустим, как мыслить, как преступник. Поэтому я вам его рекомендую. На этом, пожалуй, всё. Спасибо, что посмотрели моё видео. Переходите на Никин канал, смотрите видео её топа. Что она смотрела во время беременности? Кстати, часть я смотрела, так же, как и она. А вот некоторые сериалы я даже о них не знала. Поэтому для меня некоторые оказались в новинку, и я постараюсь посмотреть их в ближайшее время. На этом, пожалуй, всё. Всех люблю, всех целую. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok